Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам о канадском и американском актере кино-телевидении театра Киану Ривзи. Родился он 2 сентября 1964 года в городе Бейбуте, Львань. Он немного эксцентричен и не очень общителен, мягок и вежлив, невероятно скромен, любит перехваливать партнеров, режиссера и сценариев. Но одновременно Киану абсолютно безбашенный тип и очень любит рисков. В число его хобби входит езда верхом, игра в хоккей, виндсерфинг. Он обожает мотоцикл и жизнь отдаст за скорость. Ну а в результате шрамы. А как же, любишь кататься, люби и шрамы. Его экзотическая внешность досталась ему от отца, который наполовину китайца, наполовину гавайца. Происходил его отец из состоятельной семьи, но выбрал себе очень странную профессию. Он был геологом и познакомился со своей будущей женой Патрицией, английской актрисой Варьете, когда проводил отпуск в Ливане. Трудно произносимое имя Киану означает на языке племени, проживающего на Гавайских островах, прохладный горный ветер. Но, как всегда бывает, отец оставил семью, когда мальчику было всего 6 лет. С тех пор Киану отца практически не видел. Ну вот, а после развода Патриция вместе с детьми попала в Канаду. И у Киану до сих пор сохранилось канадское гражданство. Начальное и среднее образование он получил в Торонто. Но как-то больше интересовался не учебой, а театром и хоккеем. И в 17 лет его из школы вышибли. За плохое поведение и, мягко говоря, ему очень высокую успеваемость. Ну вот, когда его из школы вышибли, он некоторое время перебивался с случайными заработками. И в 1984 году, наконец, дебютировал на сцене. В спектакле под названием «Майчик-волчонок». Спектакль был очень популярен в Торонто, потому что он был немножко необычен для того времени. Дело в том, что там было полно таких вот гомосексуальных подтекстов. И поэтому этот спектакль стал в Торонто хитом. Потом у него было несколько работ на телевидении. И с 1986 года Киану начинает сниматься в кино. Причем получает сразу несколько ролей. Одна из которых в драме о хоккеистах под названием «Молодая кровь». Безбашенный подросток получился так хорошо, что Ривза стали отождествлять с этим образом. Но не тот-то был. Киану резко меняет ампуа и играет в нескольких исторических фильмах. А также играет в шекспирских пьесах и экранизациях этих пьес. Таких как «Много шума из ничего». По-настоящему же о Ривзе заговорили лишь после 1994 года, когда он снялся в фильме «Скорость». Фильм побил все кассовые рекорды и собрал около 300 миллионов долларов. Посыпались новые предложения. Гонорары обещали многомиллионные, но Киану опять выкинул фортель и отказался сниматься в скорости 2. Как он выбирает роли? Хм, а так. Смотрит, интересно ли ему играть. Как он может измениться вместе со своим героем. Всегда стремится к достоверности и скурпулюзен в деталях. Одной из самых его удачных ролей стала роль молодого амбициозного адвоката в фильме «Адвокат Дьявол». Киану мастерски играет человека, одержимого тщеславием, на которой, как на крючок, ловит его дьявол в блистательном исполнении Аль Пачин. Успех был бешеный, но голова у Ривза не закружилась. Даже после «Матрицы», фильма которой стал, опять же, всемирным хитом, Киану остался таким же замкнутым и целеустремленным. Он вполне доволен, когда за 2000 долларов в неделю появляется на сцене в роли Гамлета или играет со своей группой «Докстар». Что можно еще сказать? Личная жизнь Киану покрыта мраком тайны. Он до сих пор не женат. О постоянных подругах тоже ничего не известно. Ну и поэтому пошли связи о гомосексуальной ориентации Кианы. Ему даже стали приписывать связь с голливудским магнатом Дэвидом Джеффиным. Однако ни Дэвид, ни Киану не подтверждали эти факты и оба отрицали все с пеной у рта. Да и какая в сущности нам, зрителям, разница, с кем живет или не живет Киану? Главное, чтобы он появлялся в новых фильмах и блистал новыми гранями своего таланта. Продолжение следует...